может вспыхнуть пожар. Украинцам напомнили, как безопасно использовать генераторы. Украинцам напомнили, как безопасно использовать бензиновые и дизельные генераторы во избежание пожара, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на ГСЧС. Спасатели призывают использовать только сертифицированные генераторы и покупать их в лицензированных магазинах, размещать генераторы нужно снаружи здания, желательно под навесом или в техническом помещении с вентиляцией. Расстояние до стен, окон и авто должно быть менее 6 метров. Генератор необходимо устанавливать на ровной надежной площадке, как безопасно использовать, запускать и использовать генератор следует согласно инструкции, перед пуском генератора необходимо проверить состояние электропроводки, устранить повреждения. Электрические элементы генератора должны быть заземлены, следует избегать контакта силовых контуров генератора с водой и другими предметами. Генератор нежелательно включать во время повышенной влажности, дождя или снега. Подтекание топлива, масла или посторонние звуки свидетельствуют о неисправности. Немедленно выключите электрогенератор и обесточьте его. Запрещается при использовании генераторов, изменять конструкцию генераторов, размещать его в замкнутом помещении, курить возле генератора, открывать крышку бака или заправлять во время работы. Смешивать разные виды смазки и топлива и превышать максимально допустимый ток выходного разъема генератора. Во время возгорания генератора следует обратиться на линию 101, обесточить генератор. При необходимости вызвать другие аварийно-спасательные службы. Ситуация со светом в Украине. На сегодня ситуация со светом в Украине стабильная, но из-за постоянных российских обстрелов в прифронтовых регионах наблюдаются перебои. Так, 2 января из-за ракетной атаки в Киеве в нескольких районах были отключения света и воды. Позже стало известно, что в столице была повреждена воздушная линия, были обесточены 259 тысяч потребителей, в Киевской области из-за обстрелов 2 января были обесточены высоковольтные линии. Также обесточивалось оборудование подстанции. Кроме того, были временные нарушения в работе ГЭС. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.